Ни для кого не секрет, что это любимая часть нашей программы Нам вновь принесли подарок Что на этот раз принесли? Ну, коль мы о творчестве, принес себя Когда-то я рисовал Это, конечно, репродукция Оригиналы в Лувре А, в Лувре Шутка Блин, класс Это карандашом Это не оригинал, я же говорил Просто отсканировано уже и для вас напечатано Что здесь такое? В чем секрет? В чем идея? Это называется детское А дальше как детское? Тут секиры я вижу Провозики, часики Это настолько круто, что я прям даже Хочу сидеть, стоять и разглядывать Я тоже люблю такие картинки Даже издеваться над гостем теперь не хочется Ну, какое издевательство? Вообще, на самом деле, да Почему-то все некоторые гости, которые к нам приходят Считают, что мы над ними издеваемся вначале Нет, нет Мы раскрываем Мы раскрываем гостей Мы раскрываем гостей А поскольку, поскольку Дмитрий у нас Ни много, ни мало Звукорежиссер Это не просто звукач, не диджей Как бы Не диджей Человек умеет подбирать музыку Под спектакли Дмитрий, поэтому задание для тебя будет такое Поскольку, поскольку у нас наша программа Соседский Wi-Fi не хуже, чем любой спектакль Местами даже лучше Да, нам нужен саундтрек Поэтому подбери нам какой-нибудь в своей голове саундтрек Вот, к которому идеально подошел И напой его Хороший саундтрек получился Спасибо большое Пойдемте писаться Отмена бесплатных обедов Школьникам из многодетных семей Извинения по телевизору И рок-н-ролл в Сарове О чем говорит город, говорим И мы обсуждаем самое интересное На наш взгляд события последних дней В эфире Соседский Wi-Fi В студии Кирилл Васенин И Лидия Шулаева Подключаемся Подключаемся Новость, которая меня больше всего Наверное, знаешь, какая она такая На грани фантастики, на грани абсурда Взбудоражила Взбудоражила на прошлой неделе Ну-ка, удиви меня Это новость о том, что Сейчас я прямо тебе процитирую Что в городе Усть-Илимске Школьникам повезло Ну, повезло в кавычки берется Ребята, чьи родители не стали скидываться На установку турникетов безопасности В школе номер 17 этого города Просто не пустили на занятия Ну, вот, как бы Такая ситуация Ну, вот, хочешь, что твой ребенок Учился и было как будто бы Безопасно в школе Плати Это вот такое Бесплатное образование Да, бесплатное образование На полном серьезе Директор школы такая Так, сегодня Давайте сегодня на входе Не будем пускать вот этих вот Нищебродов там Людей, у которых до зарплаты Пусть она стоит такая со списком Говорит, так, Петров, 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 Петров А, за тебя не заплатили Мы тебе в школу не пустим, дорогой Да, иди учись на улице Там сегодня всего лишь Можно, кстати, да Сесть под окнами и слушать У нас в школах тоже неспокойно В Сарове, как ты помнишь История с бесплатными обедами Многодетным семьям Детям из многодетных семей Набирает обороты на прошлой неделе Напомню, в чем ситуация В чем ситуация В первый учебный день Когда Дети пришли в школы И пошли на обед Выяснилось, что бесплатных обедов Для детей из многодетных семей Больше нет Это, естественно, взбудоражило общественность Естественно, пошли возмущения Почему, а как, да Разве так можно На прошлой неделе была встреча Представителей многодетных семей С главой администрации Алексеем Викторовичем Голубевым К которому, собственно, задавали вопрос Что случилось, что произошло Почему вот такая ситуация вообще И какой был ответ Да Ну, вот группа есть Многодетных семей ВКонтакте И там, в общем-то Своими впечатлениями Многодетные поделились Итог таков Бесплатные обеды нам не вернут Город больше не может Финансировать питание школьников По закону Завтраки финансируются Спонсором Городообразующим предприятием Однако, Алексей Викторович Пообещал, что будут искать пути Как сфинансировать обеды Школьникам из многодетных семей Это то, о чем мы с тобой говорили Что есть 792 рубля Это региональная льгота И сейчас Депутаты совместно с администрацией Ищут механизм, чтобы Недостающие 608 рублей Так как примерно полторы тысячи Выходят обеды в месяц Выделять из городской казны То есть к этим 792 рублям Добавлять 608 И вот снова учебного года Чтобы было понятно То есть сейчас завтрак в школе На месяц на одного ребенка Обеды 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 Примерно полторы тысячи рублей Один обед стоит 70 рублей горячий 70 рублей в день Полторы тысячи рублей в месяц Семья должна заплатить Ну, грубо говоря, в школу Принести денег Полторы тысячи Да, да Я, кстати, вот тут немножко погуглила И почитала о поддержке Многодетным семьям В разных странах Действительно, во многих странах Поддерживают Поддерживают многодетных Особенно это в Европе Видно Германия Швеция Но, например, в Великобритании Повышенный размер пособия Выплачивается только на первого ребенка На каждого последующего Пособие уменьшается наполовину Как вариант В другую сторону работает Да, да, да Мне понравилась история с Венгрией В Венгрии поддерживают Многодетные семьи Причем на каждого последующего Ребенка выплачивают большую сумму Но Есть условия для получения Вот этих вот субсидий Давай Если ребенок пропустит более 50 школьных часов Без уважительной причины Выплата пособия будет приостановлена До тех пор, пока ребенок Не выполнит свои обязательства По посещаемости школы должным образом В случае детей дошкольного возраста Выплата семейного пособия Будет приостановлена В случае необоснованного отсутствия Превышающего 20 дней Обучения в дошкольных образовательных учреждениях То есть Мне понравилась эта схема Это какая-то ответственность Да, мы платим деньги за детей И мы хотим получить Полноценных членов нашего государства Полноценных граждан Да, которые учатся Которые пойдут там Не знаю В университет Или в тех училища Что там у них в Венгрии Которые придут на работу И будут приносить пользу государству Потому что Я не хочу сейчас никого обидеть И надеюсь меня не Общество Общество Да, они полетят в меня тапки Но рождение детей Должно быть осознанным То есть каждый человек Каждая семья Когда она Она решает завести детей Она должна понимать Да, вот я рожаю Одного, двух, пятерых детей Потому что я могу себе это позволить Я могу позволить им обучение Образование К сожалению В нашей стране Бывают очень странные случаи У меня лично есть знакомые Которые пошли рожать Второго, третьего ребенка Только из-за материнского капитала Мне кажется Что поддержка должна быть адресная То есть не всех огульно Как мы говорили Согласна, да Я как там Ну отец трех и более детей В состоянии Так зачем мне Вот эта поддержка Ну если мне нужна помощь Давайте я буду обращаться В социальные там службы Говорит Ребят Вот сейчас у меня там Ну есть напряженка В этом месте Вы не могли бы мне помочь? Адресная помощь Адресная помощь И заявительный характер И заявительный характер Тебе нужна помощь Приди Напиши заявление Опиши ситуацию Тебе помогут На это выделят деньги Там детей Ну не знаю Условно там Будут забирать из школы Там кормить их И так далее В финале тему скажу На государство надейся Но сам не полошай Чечня не перестает удивлять Нас хоть мы и в Сарове Далеко от Чечни Но все равно Какие-то там Добрые дела творятся Чечня Особенный регион в нашей стране Мы искренне уважаем Жителей этой страны 9 миллиардов за газ Простили Чечне Да Прошла новость Причем прокуратура Чечни Выписала постановление О том Чтобы Газпром Чечня Филиал Этой мегакорпорации Списали долги населения На 9 миллиардов рублей Ну просто Ну а как бы А что Ну как бы А что И тут Мне очень понравилась Реакция Глав других регионов Которые Скали Господи Это Какой идеальный вариант Насколько я помню Из Владимирской области Губернатор сказал Ну раз такие дела И наши 3 миллиарда Тоже спешите Долгов у населения И еще в какой-то области Сейчас уже не буду врать Еще тоже Губернатор И наши 4 Забирайте Мы вам их прощаем Но им не простили И сейчас эта ситуация На самом деле Очень сильно разворачивается Рамзан Кадыров Насколько мне известно Последнее То что я читал Сказал Что вообще Эти долги Это тех людей Грубо говоря Которые Газ-то в общем И не получили А просто Грубо говоря Стоял дом На него был выписан Выписан документ Что там как бы Газ туда поступает Но по факту Дома не было Его разрушило Во время войны И Газ-то не поступал И Газ-то еще и не поступал А долги как бы копились И вот как будто бы Надо списать Вот долги этих Да, сейчас конечно Они надумают Придумают Но мы-то с вами понимаем Что Чечня просто регион Который на особом положении И никогда Пострадавшие от войны Все остальные регионы Они не будут жить Так как в Чечне Поэтому Хотя в каких-то вещах На них можно равняться Например Опять-таки В Чечне решили На телевидении На местном И в газетах Вести рубрику извинений Но это же да Мне кажется Это какой-то некий флешмоб Уже у нас в России Извинись перед Чечнёй Ладно, нет Это чеченцы перед чеченцами Об этом В эфире Говорит Москва Заявил министр по нацполитике Чеченской республики Джамбула Тумаров Он говорил о том Как власти борются С хулиганами Сеющими панику в соцсетях В основном Находим тех Кто пишет Что отравили воду в колодце Что вместо вакцин Людям водится яд И что в детском садике Отравили кашу Таких мы находим Но так как нет Соответствующих статей Это заканчивается Извинениями На ГТРК Грозный Вот Мы готовы отдельную рубрику Завести И отдельные столбцы В газетах Но с этим надо Как-то бороться Если ты пишешь Критикуешь Добиваешься какой-то правды Это хорошо Но если ты справедливый Почему ты Извиняюсь цитата Мразь Если ты такой Правда рук Почему ты трус Тогда будь мужчиной Надо отвечать за свои слова Ну вот так вот Нельзя Нельзя Это отнять у них Что действительно Если ты готов Заявлять Общественность о том Что воду отравили Кашу отравили Тут плохо Вот мы тебя нашли Встань перед камерой И извинись перед народом Да Ну либо докажи Что ты прав Либо докажи Что ты прав Звучит может быть жестко И местами абсурдно Но мне кажется Идея хорошая И я предлагаю Знаешь что сделать Чтобы к нам С тобой не пришли Давай извинимся Перед Не знаю Людям вдруг Кому-нибудь обитель Друзья Если у вас Где-то обидели Простите Просим прощения Мы поучаствуем В челленджах Да Ну а если Вам есть перед кем Извиниться Приходите пожалуйста В ТЦ Атом Каждый понедельник С 18 до 19 Каждую пятницу С 12 до 1 Там дежурит наш оператор Стоит Баннер Баннер Хочу сказать Вставайте перед камерой Извиняйтесь Поздравляйте Передавайте приветы Да Уникальный шанс Стать звездой эфира Ну и на десертик Кирилл Суперджоп Решил отказаться От графы Образования При размещении Вакансии Почему? Потому что в компании Полагают что работодатели Все больше смотрят На реальные навыки На опыт Соискателя А не на красные корочки Или синие корочки У кого какие Не на диплом Короче Удивительно Ну а как же тогда Искать врачей Я не знаю Инженеров Согласна Есть ряд профессий Где без высшего образования Не обойтись Это опять-таки врачи Инженеры Но в многих специальностях Диплом в общем-то Ни о чем не скажет Вот кто ты по образованию? Привет физико-техническому институту Я инженер С высшим образованием Да, да И если я как работодатель Смотрела на твой диплом То наверное Я бы тебя не взяла Корреспондентом На канал и ведущим Но смотрели на твой опыт Смотрели на твои навыки Коммуникативные Да, какие-то На твои умения Умение там писать Общаться с людьми Не на диплом Диплом о тебе О тебе как о специалисте В сфере телевидения Ничего не говорит И если мы так пройдемся Сейчас по разным предприятиям То мы увидим Что диплом-то в общем-то Не о том О чем сейчас работает Да, мне кажется Ну у тебя смежные Ну я филолог Да, филолог Филолог Поэтому, ну, наверное Позиция правильная Надо понимать О какой профессии идет речь Врач без диплома Мне, например, не нужен Это было бы подозрительно Да А в каких-то профессиях Действительно опыт Играет намного Большую роль Опыт и дополнительное образование Да Какие-то курсы Какие-то семинары Вебинары Они имеют намного большую Играют намного большую роль Чем изначальный диплом Я предлагаю Давай поинтересуемся У саровчан Вообще Работают ли они По полученной профессии И вообще Что значит Высшее образование В наше непростое время Поехали Нужно ли оно Нужно ли высшее образование Для того, чтобы устроиться на работу Не всегда Почему Ну, например, токарем С лесарем Уборщицей Зачем высшее образование Если инженером То, наверное, нужно все-таки Без высшего образования Не берут работу Некоторые способны работать И без образования И они лучше, чем Те, которые с образованием Без образования высшего Можно программировать Можно, ну, копирайтингом Заниматься Вот, к примеру Внеев Не берет На высшие должности Без высшего образования Человеку вообще Нужно высшее образование Высшее образование Это не только знание Это вообще умение В принципе Общаться с людьми Оно, конечно, нужно Но, как вот в нашем городе Посмотрите, как молодежь Не устроишься в Внеев А куда еще С высшим образованием Идти продавцы Так учиться не надо Так обязательно Зачем оно нужно? А, для корочек А, и все? И все Продолжаем наш разговор И к нашей беседе Подключается Звукорежиссер Саровского драматического театра Дмитрий Чуйков Здравствуйте Привет Дима Здравствуйте, Дмитрий Спасибо, что пришел Давай, для начала Подключайся к нашему вай-файю Надо внести Какой у тебя парольчик Сегодня вообще Восхитительный пароль Тебе в тему Пароль ДО-РЭ-МИ Пишу Фасоль Я не музыкально С математикой тебя плохо Звук не знает Хорошо Отлично, Дима с нами Первый вопрос, который я задаю всегда музыкантам Рок-н-ролл жив? Всегда И в Сарове? И в Сарове Отлично А кого тебе больше? Музыканта, потому что ты играешь в группе Или звукорежиссера? Наверное, поровно Ну как, так не бывает Ты либо больше любишь музыку играть Или музыку редактировать? Ну, на самом-то деле Все гораздо интереснее Ведь музыку играем мы в театре И работаем мы в театре Ты просто совмещаешь Поехали с полезным А почему ты хочешь Две личности-то разделить Разъединить? Опять к шизофрении Клонишься? Да, биполярочка Биполярочка Сначала играешь Потом редактируешь Кто такой звукорежиссер? Да, вот да Есть звукооператор Я знаю Вот звукорежиссер И звукооператор Это одно и то же Или это различные Какие-то вещи И есть ли равенство Между звукорежиссером И композитором Который музыку пишет? Да, да Ну, давайте начнем Сначала То есть Ну, сейчас Наверное, уже Нет тех Ну, скажем Должностных инструкций И разных-разных вещей То есть вообще Звукооператор Человек, который Ну, скажем Нажимает кнопки Звукорежиссер Это человек, который Создает Звуковое оформление Спектакля А композитор? Ну, композитор Это тот, кто пишет музыку А звукорежиссер Тот, кто режет Монтирует Эффекты И так далее И так далее Звукорежиссер Не пишет музыку Ну, почему же Может и писать А, то есть Он может быть и композитор Ну, конечно А что же мешать И звукооператор И звукооператор Может писать музыку И любой Если он еще и фоткает Вообще класс Любой человек Может писать музыку А если на сцене играет вообще можно что-то порезать но это да это оптимизация дима расскажи пожалуйста про самый про самый интересный твой опыт звукорежиссера при постановке при создании чего-то для спектаклей был один забавный случай один из режиссеров меня попросил создать ему звук звенящей тишины вот так вот и что это было но сейчас я уже не смогу вам точно воспроизвести как это сделки эффекты что-то типа ветра там и ну и так далее так далее то есть спектаклем человек должно было создать ощущение что вот у него звенящая тишина я знаю что сейчас драме готовится новый спектакль вишневый сад и звукорежиссером выступаете вы ну пока пока идет процесс скажем так подготовки без меня вот и я пока не уверен буду ли я принимать в этом участие потому что иногда режиссеры сами подбирают музыку сами приносят то есть их этот опыт типа на флешке такой вот это сейчас да вот да 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 и все то есть тут бывает такое только тут просто звукачка ручка да музыка передает настроение как дает режиссер задачу вот он говорит мне нужно чтобы здесь несмотря на то что сцена веселая на зал загрустил например да или он конкретно говорит какие ноты должны звучать магия ну каждый каждый режиссер по-своему ставит задачи кто-то говорит мне здесь нужна лирическая тема кто-то говорит а мне здесь вот нужно вот чертовщинки и так далее вот у каждого свои какие-то критерии термин естественно если ты не понимаешь ты задаешь вопросы тебе объясняют и так все это потихонечку приходит к общему знаменателю это работа мечты или так получилось жизни ну скажем так это так получилось но это работа мечты ну почему вот у нас вот мы работаем на лучшую в мире работе у кирилла тоже да так получилось 18 раз не взяли в 17 бывает честно а то мы каждый по каждой программой прибавляем плюс 17 на раз взяли в невын безысходности пошел на телевидении а потом понял что ему нравится ну вот у нас то ты помнишь день когда ты попал первый раз звукоператор или в театр попал что это было какая была задача попал я очень просто закрыли радио экспресс я искал работу вот моя супруга работала в театре и все как-то быстро определился тогда директором был александ сергеевич гарьянов он говорит ну беру я пошел в театр и первый спектакль у меня был кукольный очень забавный то есть мы ездили по садикам и так вот так вот дальше дальше было наверное самая длинная работа это постановка к открытию нового здания театра юна на авось то есть ты там же в юну не авось насколько мне я понимаю я может быть конечно не заядлый театрал но там же ну грубо говоря песни все понятны или нет или нет но песен все понятны создавали то мы все с нуля то есть мы записывали оркестр мы записывали хары мы записывали много чего записывали то есть по 40 треков на новую вещь и вот все это потом сводилось монтировалась дальше микрофоны гарнитуры ну в общем около ста человек на сцене я же правильно понимаю что на данный момент в театре на располагается лучше в городе звуковое оборудование ну да воспроизводящие я думаю самый продвинутый самый продвинутый и ты единственный человек который в состоянии это все разрулить ну не единственный мои сотрудники тоже могут этим рулить не только не а вот кстати да звуки сейчас же достаточно продвинутая да вот эта индустрия цифровая когда любой звук можно создать на компьютере насколько часто прибегаете к созданию живых звуков до подуть грохнуть шлепнуть ну понимаете когда есть действительно есть какие-то коллекции есть вот все эти звуковые вещи но иной раз быстрее записать чем найти то что нужно ну например быстрее это создать но например в одном спектакле мне нужно было сделать значит звук ну падающей тележки по ступенькам железные грохочущие реально взяли тележку и пустили по лестнице и записали потому что найти подобное но достаточно тяжело ну вот так вот я слушаю да у нас здесь были актеры хореографы вот сейчас звукорежиссер мне кажется что процесс создания спектакля порой намного интереснее чем сам спектакль я бы с удовольствием посмотрела как вот этот тележку пускает как великолепный stories вообще в инстаграм но нужно сегодня снимаем звук тележки и вот тут реально люди сидят блин реально работы мечты вот я бы так хотела работать нефть блин я сижу бомбу делаю или там там программирую подожди тележку пускает а люди на работе тележку пускают с лестницы кайф я тоже год сидел в нефе так и не пускал тележки блин и чего приходил на работу и уходил на работу ничего не делал потому что ну такой был период вот вот я о чем говорю вот я о чем всегда говорю вот а потом мы не знаете люди на банкетах иногда говорят кирилл ты к нам предвзято относишься к мне но это были глухие девяностые мне было 20 лет я говорю вам про это всегда тебе был в 20 лет человек ничего не делал 20 лет ну правильным я подумал что я буду скучно скучно просиживать просто так и ушел в каждой работе даже в самые классные самые неповторимые есть рутина вот как у которой какая рутина звукорежиссера рутина ну вот который за дня в день ты повторяешь и повторяешь ты понимаешь что тебе придешь и тебе обязательно надо это будет сделать ну прийти видимо но вот например с тех пор как я стал работать театр я могу смотреть фильмы раз по 50 почему ну потому что ты ведешь спектакли пятница суббота воскресенье пятница суббота воскресенье то есть и смотришь один спектакль много 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 раз если ты будешь ну как-то определенно к этому относиться неправильно просто устаешь быстро поэтому ты себя ориентируешь что как-то ну находить интерес в каждом спектакле давайте про про вашу музыку про вашу группу поговорим какие планы какие перспективы на ближайшее время начнем с этого какая вы о какой группе говорите сейчас их еще и несколько человек-оркестр нет дело в том что в декабре закончил свое существование проект бдт и и воссоединилась группа тайсо вот поэтому давай про тайсо давайте про тайсо потому что она группа когда-то же существовала потом 992 года а как так вот вот так произошло смена существовала перестала существовать или вот этот проект ну все когда-то все когда-то заканчивается вот такая спиралька была тайсо потом бдт теперь время тайсо а потом 20 лет спустя снова будет бдт не знаю седовласы рокеры на сцене трудно расскажи про тайсо что за группа из кого она состоит нас четыре человека то есть я на бас гитаре сергей коробов на барабанах стас курчев на гитаре и дмитрий коновалов на клавишах что играете ну музыку играем мы как-то не зацикливаемся в стилях там блюз-рок просто рок тяжелый рок все что придет это тот самый рок который жив в здоровье да альбом писать будете уже пишем вот и новой программе вот это хорошо когда один из один из ребят в команде еще и звук режиссера можно писать альбом прям добром на реп-базе это что-то хорошо забытое старое или это все но нет это все новое абсолютно а тексты чей но после памятного концерта андрея тенигина мы решили продолжить писать песни на его стихи и в общем-то этим сейчас и где мы можем увидеть группу тайсу ближайшее время а думаю что в марте в бухте барахте будет проходить какой-то рок-фест там же мало мест организаторы и организаторы решили что это вот хорошо вот но ведь никак ни для кого не секрет что сейчас на концерты ходит человек 30 максимум поэтому ну как раз там все близко все все барабан барабанщик заварной стоечкой но вот этого я пока не могу себе представить но но мы будем как-то в акустическом варианте а музыки один гадо мне параллель как с рыбалкой например да никто не рыбачит для денег они не зарабатывают на этом деньги на продаже рыбы но они бесконечно в эту рыбалку вкладывают удочки снасти с там как как вот эти вот штуки да 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 плёс отрывают вкладывает 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 мне кажется что с музыкой так такая же история что нужно вкладывать 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 это как увлечение да ну хоть я до этим не болеешь кто-то этим быстро перегори ну скорее всего да ну тяжело без музыки тоска но с другой стороны не может быть артист не амбициозным всегда хочется выйти на большую сцену там сыграть какой-нибудь известной группы ну хотя бы на разогреве вот какие-то такие мечты есть или были может быть куда хотелось бы попасть нашествия но вот ты знаешь самое 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 смешное что вот как раз у нас этого и нету то есть вот ну вот так вот мы вы как-то выезжали мы в 90-х годах на рок-фестивале и в нижний и уже потом в двухтысячных в рок-баре выступали ну чё-то как-то все ну не знаю не задалось ну да то есть это грубо говоря такой больше домашняя группа такая для себя для себя давайте соберем сегодня наш до наших друзей дарубанем рачка немножко да чтобы рок-н-ролл не умер а потом же понимаете это нужно людям то есть куда-то выйти попасть там в топов чарты быстрее молодым тем кому 20 кто не обременен не сидел кто не обременен не семь не работы то есть это да она нам куда тебе скажут завтра давайте поехали турне по россии и что и кто а у нас а у нас елки а у нас мне кажется эта фраза из какого-то фильма про детские тут с анекдотом чудесная новость для тех кто все еще сомневается в том стоит ли начинать заниматься спортом со следующего понедельника 0 из четверга на канале лентач появилась информация о том что минфин по поручению президента разработала поправки в налоговый кодекс согласно которым россияне смогут получать налоговый вычет за расходы на физкультурно оздоровительные услуги поговаривают ждать осталось недолго и это можно будет сделать уже с января 2020 года история всколыхнувшая все онлайн да и офлайн сообщества тоже случилось не так давно в одной из школ приморского края там посидели подумали и решили провести для мальчишек с 5 по 7 класс урок полового воспитания а прочитать лекцию было решено доверить настоящим по мнению руководства школы профессионалам местным смотрящим короче бандитом пути разложили то ли по полочкам то ли по понятиям что в этой жизни можно делать а что нельзя и объяснили подросткам как с ними поступят на зоне если вдруг они вступят в однополую связь тут начинается самое интересное пока директор школы факт урока всячески подтверждала нет но что такого исполняющий обязанности главы михайловского района петр зубок заявил что лекции с криминальными авторитетами не было было собрание с участием представителей администрации родителей и участкового на котором разбирали конфликт двух учеников один из родителей нецензурно вырвался директор сделаем и замечание а сми все раздули вот и поговорили по-мужски называется поскольку ты у нас первый звукорежиссер в программе для тебя еще наш первый на первый приятно вот мы для тебя заготовили самую нервную самую первую наш игру она называется третьего не дано я тебе буду давать два понятия тебе надо одно из этих понятий выбрать очень быстро очень быстро да не думает они очень простые эти понятия чтобы люди больше примерно представляли кто-то так ну хорошо итак поехали сова или жарва жаборонок жалованок кашель и яишенка яишенка опоздать или приехать пораньше раньше телевизор или интернет телевизор спасибо калькулятор или в столбик столбик свое или общественное общественный бар или ресторан бар три или пять звезд 5 трудоголик или лентяй трудоголик голосовать или нет голосовать привычки вредные или полезные полезные для или до до егор или ози друзья все у меня закончились вопросы контрольный вопрос про егора задал точно на мой на мой почти новый телефон нам надо бомбануть в конце фотку обязательно перевернуть ну а на этом все ровно через неделю мы вновь увидимся с вами в этой студии пока пока субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин